Слава нашему Богу Среднестатистическую семью Хорошего мужа и хорошей жены Сколько он выдержит в супермаркете Муж Джон И засекает Примерно 40 минут больше его уже не хватает Верующие тоже статистически подходят Скажите пожалуйста Сколько стоит верующий Ой сколько стоит гривен Спасти человека сегодня Привезти человека Богу Просчитали Больше 100 тысяч Да как это нужно просчитать Да просто Сколько бензина Сколько электроэнергии Сколько групп Сколько всего И подсчитывают на одного человека Чтобы его спасти Вот сколько нужно таких жизненных килокалорий Пусть Бог поможет Когда люди сталкиваются Вот мы там трудимся немножко С революционными центрами С этими людьми Понимаем что в них влаживаем любовь И мы понимаем что ну что-то там возврат какой-то мы не всегда ждем Потому что Бог когда творил человека Он уже заложил риск Он говорит ну человек может отвернуться и вообще сказать тебя нет И Бог это знал И поэтому когда мы учим людей Мы учим нас учим Говорит ну смотрите вот статистика такая И ста человек Два человека Может действительно только Ну остаться в церкви И то слава Богу И то слава Богу А вы знаете сколько нужно секунд Чтобы когда первый выстрел идет Допустим 150-миллиметрового оружия Снаряд 45 килограмм И когда вот Знаете сколько нужно успеть взять документы Ключи Там детей Ну брат Саша расскажет Но я вам скажу 10 секунд Вот надо человеку успеть Такая статистика у нас на Востоке 10 секунд Когда спрашивают А сколько нужно человеку секунд Ну или времени чтобы покаяться И это просчитали 4 секунды Будь милостив ко мне Помните Грешник Говорит А правда не пошел Все очень просто Бог насколько жал Насколько любит человека Говорит И у тебя 70 При большей крепости 80 Воспользуйся 4 секундами Воспользуйся 10 секунд Летит снаряд Выстрел Ты примерно понимаешь Или что это бьет Или град Или все Ну воспользуйся Ну Слава Богу У нас потихонечку Начинают люди пользоваться Вы знаете Очень трудно Ну да Ну пробуждают Ну хотя Сейчас скажу Даже привыкаем Я чуть-чуть дальше живу От линии фронта Вглубь На 40 километров И у нас была буферная зона И вы знаете Однажды даже Вот вечером я понимаю С 8 начинается крепкий Острел 150 миллиметровых оружий А то нету Тишина Такое настооружение Никто не стреляет Что-то как-то опасно Потом слышу Бог начинает стрелять Все на месте Все Там тебе Там Все Жизнь идет Даже редко К этому человек привыкает Ну пусть Бог Сохранит Конечно Я хочу Вы знаете Очень трудно Сочетать Слово Божье И свидетельства Это надо все сделать И народ не утомить И блажен Кто кратко говорит Его еще позовут Мы проехали 1300 километров Сегодня В этом вечере Почти Сына Божьего Слава Иисусу Христу Напомнить себе Понять Что мы уже Вступаем Последнее время Что Церковь Это особенный народ Это люди О которых написано Отдели примесь От серебра И выйдет У серебряника Сосуд Это написано 25 глава Четвертым стихом Отдели примесь От серебра И выйдет У серебряника Сосуд Также есть написано Второе послание К Тимофею Вы эти слова Очень хорошо знаете А в большом доме Есть сосуды Не только золотые Серебряные Но и деревянные Глиняные И одни в почетном А другие в низком Употреблении Итак Кто будет чист От всего Тут будет сосудом Чести Освещенным И благопотребным Владыке Годным На всякое Доброе дело И опять К статистике Вы знаете Сколько примесей В человеческом сердце Ну примеси Вы понимаете Это о чем мы говорим Это мы говорим О грехе О нечистоте Богословы Братья Учителя Сестры Кто там Сидели Молились Получили Откровение Высчитали 122 Примеси Которые Каждый день Штурмуют Сердце Человека И только Человек Только приходит Сознание Проснулся И они уже Летят Как рамсак Который Подошел К Израилю Говорит Это же Как нечестие Рвется в сердце Открой Мы хотим Войти В Иерусалим Так оно Сегодня Рвется И тут написано Кто будет Чист от всего Тот будет Сосудом Чести Благопотребным Владыке На всякое Доброе дело Знаете Я этот Вот эти Еще могу Еще обозначить Знаете Очень мне нравится Вот когда спрашивают Честно Когда человек Смотрит в глубину Своего сердца Ну непредвзято Даже По-моему Это написано У экклезиаста Говорит Бог испытывает Человека Помните Третья глава Или четвертая Бог испытывает Человека Чтобы показать Что они Без него Просто Помните Кто Животные И вот Враг Душ Человеческих Вот он хочет Вот этот ген Как Адам Когда вкусил В человека Вошел Ген старости У меня некоторые дети Они учатся В университете Медицинском Они говорят Папа ты знаешь Печень так сложена Она может больше Даже чем Мафусал проработать На сегодняшний день Мафусал прожил 969 лет Она может больше Насколько восстанавливается Насколько клетки Но когда Человек протянул К запретному греху Все Ген старости Вошел И мы стареем И вот я понимаю Вот эти 122 примеси Это Враг Душ Человеческих Хочет Вот эти Животные К нам Страсти Потому что Сам И братья Говорят Братья и сестры Ну скажите честно Ну вот Какой породы Человек Свинячий И собачачий Ну правильно Вымытая свинья Куда Это же не за свиней Говорится Это за человеком За нас Только не обижайтесь Это я за нас За себя Говорят Мне сколько не мой Костя тебе Сколько не мой Куда-то тебе Всегда Варясь И пёс На блевотину То есть у нас Такая Вот это Такая Этот ген Греха Чтобы человека Замарать И у нас один Служитель Говорит Я не пойму Народ освященный Народ имеющий Печать Народ мудрый Имеющий Уму Христов Но почему-то Между собой Так грызутся Между собой Какие-то Такие Политические Разборки Он говорит Вопиял Это у нас Брат Смакеевка Миша Соловей Ему Бог Открыл Сновидение Показал Огромное количество Животных Идет в небо Пыль стоит Столбом Говорит Я присмотрелся Там шипят змеи Друг на друга Собаки Кусают Друг друга Свиньи Там бодают Кто там Бодается Тельцы Да Упитанные Бодаются И Бог Мне говорит Сын мой Только овечки Могут войти В небо Говорит Я тогда понял Оказывается Брат Хочет В нас Вложить Вот такие Животные Страсти Мы как-то ехали С друзьями Нас пригласили В Испанию На евангелизацию Хотя мы там Ни одного слова По-испански Не знаем На нас Надели Такие Знаете Там Что-то Горешники Кайтесь Мы Три с половиной Тысячи Раздавали Этих Улеток Брошюрки Вот человек Без Бога Он Он Может Все Что Хочешь У меня Сын Старший Говорит Папа Я даже Слышу До сих пор Запах Вот этого Крематория Где Людей Уничтожали Поэтому Сегодня Огромная Борьба За Вот это То что я уже С самого начала Прочитал Бог Сегодня Хочет Очистить Сосуд Чтобы У серебреника Вышел Сосуд От примесей Эти примеси Очень штурмуют Вы знаете Есть такая болезнь Липостросия По-моему Точно Уже Не помню Знаете Кто ей Заболел Новохудоносор Помните В кого Он превратился Он превратился Вот Да Говорит И меня ждите Говорит Действительно Такая Вот Есть В медицине Вот такой Диагноз Что человек Вот у него Сбою Такой Что он Превращается В животного Это Бог Ему дал Такую пилюлю Говорит На Поешь Сильно Взлетел И одна Сестра Очень сильно Обушевала Два или три Института Говорит Ну Знаете Везде Вот так У нее Все не такие Служители Конечно Не такие Проповедники То много Говорят То мало Говорят Те не так Поют И один раз Она решила Говорит Да я Попробую А Говорит Я хочу Поставить В нужду Что скажет Обо мне Бог Ну Как он Меня Видит Они Братья Мы знаем Ну Ладно Говорит Хочешь Давай Помолились Бог Показал Откровение Видение Огромная Свинья Лазит Везде Под каждое Дерево Переворачивает Вот так Все Говорит Мы Испугались Думаю Ну Как Такой Сестре Сказать А Она Служителей Издвинула Говорит Я Сама Миша Пойду Спрошу Ты Тут Ничего Не Понимаешь Приходит Зина А что Было Сказано Что Было Показано Была Действительно Попадает В сердце Человека И он Становится Тем Человеком Который Не Должно Быть Поэтому Я Призываю Себя Прежде Всего Господи Помоги Благослови 122 Греха 120 Эти Страсти Это Нечистоты И человек Говорит Ты что Ты так Себя Видишь Что Ты Шипишь А он Говорит По рождению Ихидины Да Кто У вас Внушил То есть Бог Очень Много Говорит И псы Говорит Помните На это Говорит Нехорошо Отнять Хлеб У детей Да Отдать Псам То есть Не то что Унижал Но просто Показывал Что человек Очень низко Упал И если Он не будет Тем человеком Который Ну Господи Я хочу Измениться Все так Я хочу Быть овечкой Слава Иисусу Христу Я благодарю Бога Что у нас Есть Назар Вот Свидетельствовал Я вам скажу Мне тоже Останавливали Раз Чуть не расстреляли Говорит Ты Бендера Вылазь Где они Меня там Увидели Что я Бендера Но я люблю Западную Украину Очень Люблю народ Люблю большие церкви Ваши Они как-то В духе Это почувствовали Хотели Может и застрелили Если бы Бог Отодвинул черту Туда дойдешь Дальше не перейдешь Пока еще идем Слава Богу Попали Бывало у нас Брат Горбузюк И вот брат Саша Посылали на ту сторону Мы передавали Продукты питания И у нас установка Пол второго Будет обстрел Вот смотрите Если так едете Можете попасть Там на минные поля Ну Слава Иисусу Христу Бог помиловал Такую милость Потому что Были люди Были слезы Были Ваши благословения И один раз Вы знаете Вот есть такой Ленд-лиз В войну Открылся Такой как бы Второй фронт И нашим Советским войскам Просто начали Поставлять Продукты питания Там оружие Это очень Свою роль Сыграло В этой Войне И вот Этот ленд-лиз Я для себя Открылся Западной Украины К нам начали поступать Эти продукты Одежды А в моем городе Три тысячи беженцев Ворвалось И университет Медицинский Приехал Прям И мы начали Людям рассказывать Говорят Это западная Украина Это Люди показывают Свою любовь Вам Вот возьмите Сало Картошку Да там стыдно Я профессор Я То Ну потихонечку Передавали Эти Поздравления Такую Милость Ложили Это Иисус Это Бог Любит человека А мы хотим Чтобы Ну Доверие к Богу У вас выросло Я понимаю Вы там Такие люди Особенные С Луганска Приехали С областной Город Ну возьмите И один прекрасный день Они сказали Мы А почему Вы нам Помогаете А нас никогда Не приглашайте В служение А можно Мы к вам придем Вы знаете Я запереживал Я говорю Ладно Мы там Проповедуем Зэкам Проповедуем Ну бывшим Проповедуем Тем людям Простым людям Говорит Я приду Это Геннадий Иванович Он сейчас в министерстве здравоохранения В Киеве Вот эту реформу делает Полковник придет ССБУ майор Все Говорит Завкафедры Всех позовем И мы все придем Вы знаете Я как запереживал Думаю Ну все Ну и вообще Как с такими людьми себя вести А потом молился И внутри услышал голос Говорит Сын мой Ой Не сын Это хорошо Если бы так Им на сын Но было слово такое Ну что ты переживаешь Всякая плоть трава Всякая плоть трава Успокойся Моли Чтобы Бог дал Дух Благодать И умиление Мы так начали молиться Господи Ну если придут Если точно Открываются Весь зал Забиваются Этими неверующими людьми Кордами И наша молодежь Мы позвали молодежь Они только начали играть Они достали платочки И два часа рыдали Я потом звоню Через две недели Он говорит Вы нам на две недели Вот так сердце Говорит Просто перевернули Наши потом Служители Говорит Скажите пожалуйста А вы могли переступить Молитвенный дом Буду Если б не война Говорит Да мы бы никогда не могли Даже Вы не представляете Какие мы были У меня клиника На два миллиона долларов Только осталась там А я успел В шортах только выехать Я говорю Владимир Алексеевич Может вам чем-то помочь А нет Геннадий Иванович Говорит Да вот год сплю под простынью Нечем даже укрыться Начальник кафеды Профессор Люди Просто вот так И Мы начали им Проповедовать Они знают Они уже приходят Это благодаря вам Благодаря вашим молитвам Благодаря то Что мы что-то могли им Действительно предложить Потому что Ту же картошку Ту же одежду Они так были благодарны Все Меня там звонит Уже полковник Говорит Я все 50-нические праздники Троица Это ваш праздник Профессиональный Я тебя поздравляю Какие Думаю Ну слава богу Полковник Милиции Раньше наверное Гонял верующих А сейчас видите Пусть бог благословит вас Мы благодарим Что мы Действительно Сегодня на этом месте Очень хорошо Что бог трудится В наших сердцах Что он очищает Время очень мало Осталось Ну у нас там так говорят Что очень-очень мало Успеть созреть И одной сестре Она очень много пропустила Вот этого гена Ну что я говорил Такого не чистого Недоброго И она так себя ведет Не совсем хорошо Грубая Может шипеть Не то что в унижении А бог подошел И говорит Дочь моя Веди себя достойно Чтобы тебе не дозревать На постели Вот ты можешь дозреть Но на постели И наши сестры Кто услышал Говорят Господи Хочется дозревать Где? В собрании Хочется дозревать Кого-то посещать Хочется дозревать В служении Хочется дозревать На коленях Но кому хочется дозревать А недозрелым Увидел Серп послал И все Пусть бог поможет Чтобы вот эти все Гены Божьи Благословенные Которые от Иисуса Христа Он все качества Сегодня нам дает Так бесплатно Хочешь бери Пусть бог поможет А ему да будет слава Аминь Аминь